Продолжение следует... ...поставлено в этой истории. Тут и подарены неведомы кем, неведомы по каким причинам элитный японский внедорожник. В общем, и мебель, и все-все-все. Ради Фаридович, как пишет в московской прессе, живет в условиях сурового тяжелого люкса. И ему уже, кстати говоря, ставят это в вину в высоких московских коридорах. Но на этой неделе опять стало известно о каких-то совершенно чудовищных и несуразных тратах на содержание Хабирова. Напомню, что в прошлом году Хабиров нам обошелся в полмиллиарда рублей. Так вот, на этой неделе стало известно, что бюджет Республики Башкортостан только на бензин для автомобилей только Хабирова тратит 140 тысяч рублей в месяц. То есть 4600 рублей ежедневно без выходных и праздников. Получается, что даже с учетом колоссальной прожорливости огромных восьмицилиндровых двигателей автомобилей Хабирова, перевозка его драгоценного тела обходится только по суше примерно в полтора миллиона рублей в год. Это примерно. Ежедневно он должен проезжать при подобных раскладах около 450 километров только на автомобилях, расходуя в среднем 88 литров бензина в день. Ну, по-моему, наивного Хабирова опять обнесли подчиненные. Потому что какой бы там ни был крузак с 5-литровым двигателем, какой бы там ни был МЕРС с 6-литровым двигателем, но не получится каждый день сжигать 88 литров бензина и проезжать 450 километров ежедневно без выходных и праздников. Тут, конечно, Ради Фаридовича реально обнесли. Ради Фаридовича